Такой вот закисывал. Боком. Уважаемые граждане, я Рокош Борисович. I'm gonna like you. Я Николаевич, капитан судно-теплохода «Росус». У нас на борту сейчас еще три члена экипажа, граждане Украины. Раненых. 2750 тонн. И 2750 мешков. Каждый мешок по тонне. А что это за груз был? Нитрат аммония. Высокой концентрации. Я не знаю, почему там взрыв получился. А вот то, что он там, груз находился столько времени, я вот это понять не могу. Потому что 10 месяцев мы там находились, в Бейруте, грузовладелец не объявился. Ничем о себе не напомнил. И после этого мы с 14-го года, а груз выгрузили где-то, как я знаю, в 15-м вроде году, а может и в 14-м, я не могу точно сказать. Никто ничего с этим грузом не заявлял, претензий на его не привезли. Можно было этот груз, я так думаю, каким-то образом оформить, как опасный, то есть он есть опасный, действительно. И в качестве крайней меры его вывести на поля, рассеять по полю, то есть удобрить землю, запахать ее, все, и груза нет, и решена проблема. Но они почему-то не сделали. Почему они не сделали, я не знаю. То, зная, что на борту опасный груз в порту Бейруте, и когда Гречушкин сказал, предложил нам идти на Кипр, то я бы на месте властей Бейрута приплатил бы Гречушкину, чтобы он только убрал это судно, головную боль из порта. Опять-таки, если опасный груз, в таком случае лучше было бы, чтобы этот пароход утонул вместе с грузом, вывезти его на рейд, и там он стоял на якорях. Вот, это один из вариантов. Второй из вариантов можно было, ну это, конечно, расходы, попросить в какой-то порт другой, или, например, продать этот груз, вот, на буксирах буксировать это судно вместе с грузом, и там разгрузить. Сейчас, если бы знать, конечно, если бы я знал то, что сейчас знаю, я бы на этот пароход не пошел. Вот. Ну, а поскольку я же не знал, не обладал той информацией, я такое решение принял, согласно имеющейся информации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...